Люди как люди, а я супер свинья Привет красавицы, как ваши дела? А также маленькие извращенцы и любители школьных пародий Сегодня суббота, а значит самое время для нашей любимой рубрики Оскорбляем, унижаем, обсер... Сегодня я немножко решил переосмыслить рубрику Школьники перепели, потому что она морально устарела, на мой взгляд И сегодня пародии ни на одну песню, ни на один трек Сразу на несколько Я их отбирал целую неделю, вышли они совершенно недавно Это самый свежак, самый сок То самое, что вы должны сегодня увидеть, рассказать своим друзьям, показать всем Ваши комментарии, как смысл моей жизни Пишите их больше, и я буду их лайкать, отвечать на них в течение всей жизни А спонсор сегодняшнего видео, новый мерч Я так горжусь тем, что наконец-то получилось запустить свой собственный мерч Он будет продаваться ограниченным тиражом, ровно месяц с сегодняшнего дня Вы сможете купить по ссылочке в описании Перейти Там не только это худи будет С красавицей, с полосочками Посмотрите, там все Любая уважающая себя красавица Должна купить себе этот мерч Я вот уважающая себя красавица И я купил себе этот мерч Сам у себя, да Ссылочка в описании Все размеры Все там Все есть Боже мой Посмотрите Посмотрите на эти полосочки Это вам не H&M Это вам не Гоша Рубчинский Это красавица Это лучший мерч за всю историю мерча Ровно месяц, ограниченная партия, эксклюзив По секрету скажу каждому красавицу Кто закрашивает этот мерч Ждет палец и сюрприз внутри А хозяйка Врывается к нам На ужне Когда я делал обзор на Ани Мэджик Не так давно Вот подсказочка Вот то видео Я думал, что эксплуатация собак Это самое страшное, что может быть на ютубе Я никогда еще так не ошибался И о Нини Зе реально нечем заняться Кроме как снимать видео про морских свинок Ну допустим Ну ладно Кому-то это интересно Сто пятнадцать тысяч человек Подписались под этим Они готовы каждый день смотреть Как она три месяца не убирает за морской свинкой Фу СЕГОДНЯ 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 Енина Зе за что Ты так поиздевалась сегодня Над целой рубрикой Пранк голосовыми связками Прикольно поешь Прикольно поешь Енина Зе Окей Я не хочу раскидываться сегодня Пустыми оскорблениями Направо и налево У тебя очень позитивный канал Судя по всему И прикольно поешь Сегодня ты А завтра я Кажется У кого есть кнопка Субскрайб Вот эта вот красная С ними со всеми что-то не так Запомни Мой сладкий Она всю жизнь убирала какашки За морскими свинками И наконец-то Она решила Показать себя Всему миру Какой у нее ангельский голос Как хорошо она поет А я супер свинья Музыка 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 Янина Зачем тебе это? Музыка Сегодня Сегодня Ты А завтра Я А завтра Сегодня Ой, извините, я попал Я попал сейчас Подождите, надо заново Все видишь как люди А я супер свинья Хорошее начало Хорошего видео Согласны? Там срочно Нужно что-то такое Что-то пожестче Знаете, когда в баньке сидишь под 100 градусов, короче, и кто-то еще подливает ковшичком водички с пивком. Мы убегаем от учебной суеты. Слушайте, я надел сегодня красные наушники, включил цвет, у меня цвет меняется на наушниках, видите? Я надел красный, чтобы подчеркнуть новый мерч, красавицу. Так давно я хотел запустить свой собственный мерч. Я просто ночами не спал, придумывал мерч специально для моих любимых красавиц. Каждая уважающая себя красавица должна приобрести себе такой мерч. Показывать свою красоту, свой вкус, свой стиль всему миру. Я так и делаю. Теперь я по улицам хожу только в этом мерче. Если вы когда-нибудь увидите человека в этом мерче, это скорее всего я. Это эксклюзив. Больше ни у кого такого нет, пока что. Так что скорее переходи по ссылочке в описании, черт возьми. Левчик, блядь. Вот так и пишут в комментариях. Все ее любят, все обожают. Я больше всех. Она как-то странно поет. Ксения Левчик, богиня пения. Это будущее Алла Пугачева. Это будущий гонфлат. Где Ксения Левчик? Ни одного кадра с Ксения Левчик. Я первый раз вижу клип, которым не показывают того, кто поет. То есть ее показали вначале на фоне какой-то непонятной стены с граффити. За гаражами где-то, за помойками. Лучшая пародия на Ольгу Бузову. Я по-другому себе представить могу. Большинство фанаток Ольги Бузовой, они примерно так и выглядят. Если серьезно, ребят, эта рубрика уже давно превратилась в челлендж. В самый настоящий челлендж. Не умри во время просмотра и прослушивания пародии. Ну потому что реально. Вы думаете, вот я как обезьяна здесь кривляюсь, да? Выпендриваюсь. Мне физически тяжело это слушать. Хотите верьте, хотите нет. Люди иногда совершают ошибки, понимаете? Люди иногда ошибаются. Это была фатальная ошибка для канала Двух Сестер. Они позвали Ксению Левчик и скорее всего в них пошли отписки. 6500 дизлайков они словили. Лето на улице плюс 30. А я записываю этот видосян в худе, в мерче. Красавица, потому что мне не жарко, ребята. Мои красавицы, все ради вас. Помните момент в первом Шреке, где Фиона проснулась? И там птица надулась и взорвалась от ее ангельского голоса. Я сейчас чувствую себя той самой птицей. У кого-то потолок пальцы вот так скрючить, да? Каждому по талантам, каждому по возможностям. Конечно, загибать ногу вот так вот за голову. Это более интересный талант, скажем прямо. Ты соседка дома, нам ставит лайки, хоть мы не знакомы. Почему постоянно какой-то трэшак? Почему песни пляски, самолюбование и ничего более? Я закончил, закончил с этой пародии. Следующая пародия, это что-то оригинальное хотя бы. Я такой школьник, это неправда. Вместо уроков занимался пикапом, я слишком красив. Увидимся завтра, пиши в директ, но только без матта. Эй, молодой школьник, класса В. Теперь я понимаю, что значит слово бесячий. Я не знаю, как это происходит, я посмотрел ровно 21 секунду. И этот чувак, этот школьник, меня уже выбесил. У меня прямо ненависть какая-то изнутри накипает. Я не знаю, почему. Я хочу позвонить своему лечащему врачу. Окей, у меня нет никакого врача, я пошутил. Он слишком сильно пародирует фараона. Он даже лицом похож чем-то на фараона. То ли это пародия, просто очередное самолюбование. Парман, я был школьник, это неправда. Вместо урока занимался пикапом, я слышал на СИП. Увидимся завтра, пиши в директ, но только без матта. Каким пикапом, каким пикапом ты занимался, чувак? Вместо уроков ты занимался записью тупых пародий для тупых пабликов, типа Академии порядочных парней. Все завтра пиши в директ, но только... Я теперь понимаю, кем вдохновляются эти школьники, когда записывают эти пародии. Малечка-лицемер. Худи-красавица. Специально для моих любимых красавиц. Еще раз говорю, ссылочка в описании. В каждом Худи, и не только, будет маленький сюрпризик. Специально для тебя, красавица. Маловат, для других я донат, в инстаграме следят. Твоя мать, мой фанат, я синелый плакат. Я очень богат, все девчонки в ногах, я король у двора. Помогите мне понять, почему он меня так бесит. Напишите в комментариях, почему он бесит лично вас. Может быть, мы мыслим одинаково. Может быть, наши мысли сейчас совпадут. Классическая шутка про дрочку. У меня есть маленькие руки, они спасают меня от скуки. Почему-то стал близоруким. Вы смеетесь? Я смеюсь уже. Вы стали близорукими, поэтому не видите улыбку и смех на моем лице. Сели на лавочку, я и такой. Мы прогуляемся. Она зачем-то в руки, веники, палочка, бьет меня, полбук отбирается у харьки. Возможно, я слишком тупой. Возможно, я не понимаю слишком быструю речь. Бать, щитка у парня лучше, чем у многих взрослых рэперов. Нормально так, нормально. Возможно, он из-за этого меня и бесит. Он читает лучше, чем я. Тупая сука, будто пятикантроп. На мне мобильный костюм это гандам. Барби как бэнда в ней. Смена моя банда. Я поебался, ебал, будь фанов. Эй, молодой Стиви, Вандер, эй. Ты член во рту, это мамбл, эй. Я читаю 200 слов в минуту. А он, скорее всего, читает рэп. Посмотрим пародию. От сестры Мари Сен, Бинет Сен. У Мари Сен есть сестра, оказывается. Они вкладывают в нее кучу денег, чтобы она записывала смешные пародии. А смешные ли? Пародии мне уже нравятся. Здесь есть Ева. Ева Миллер. На нее я готов смотреть бесконечно. Вы не подумайте, что я расист. Ну, просто, именно Бинет играет Тимати. Это была лучшая пародия на лучший клип этого года. Точнее, повторение слов, которые были в клипе. И понимаете, вот чем отличается хорошая пародия от гениальной? Гениальной пародией, в принципе, даже менять ничего не надо. Сама по себе гениальная. Просто потому что... Как и мой мерч, ребят. Гениальный просто потому что на нем написано красавица. Черные худи, красные полосочки и просто надпись красавица. Все гениальное просто. Творчество это отказ от ненужного. Нет ничего лишнего. Отказывайтесь от ненужного. Убирайте все лишнее. Покупайте мой мерч. Это скука YouTube. Это скука как тучи. Он круче инсты. Даже круче всех лучше. Мне кажется, Мари Сен специально дает деньги своей сестре, чтобы она записывала эти пародии. И она такая сидела и смеялась. Господи. Намного лучше своей сестры. Она всегда пытается записать смешную пародию. Она всегда пытается быть похожей на меня. Но я круче. Я сексуальнее. Я больше похожа на статую, чем моя сестра. Пусть они сейчас не избавляются. Это самый лучший клип, будто кошечка. Это самый лучший клип, будто кошечка. Гениально. И каждый день со мной то явушка, то... Нет, я не могу смотреть эту пародию. Ева Миллер, она слишком милая. Они специально вставили ее сюда, чтобы я не смог раскритиковать эту пародию. Это нечестный прием, Бинет Сэн. Найк язык, как со с небес, тебе нравится. И пусть они сейчас не избавляются. Это самый лучший клип, будто кошечка. Нравится. Я даже досматрив до конца не буду. Самый лучший клип, будто кошечка. Все нравится. Спасибо. Спасибо, что запихнули сюда Еву Миллер. И я не могу сказать ничего против. Хитрый ход. 1-0. Итак, и последняя пародия на сегодня. Я делаю ее исключительно из жалости. Мои глаза убежали, стали белыми шарами. Стали шарами, я хожу в пале. Называю это Гуччи, чтобы не понимали. Веселый, стройный, сексуальный, позитивный мальчик. Который все еще снимает видео, как будто это конкурсы на хайпкемпе. Типа, сними нам пародию на Элджей, а мы посмотрим это в одном из выпусков хайпкемпа. И ты скажешь, я тупой, благий ад. Но мне плевать на то, что люди говорят. Мне кажется, Леша Ченский, ему вот точно не нужна девушка. Он настолько любит себя, он настолько в каждом кадре этого клипа занимается просто каким-то бесконечным самолюбованием. Каждый кадр типа пропитан любовью к себе. Леша Ченский выглядит еще более чсвшно, чем Николай Соболев. Такое вообще бывает. Но мне плевать на то, что люди говорят. Тут вообще нету, как будто ни одного кадра, где нету Леша Ченского. Локации меняются, но камера четко зафиксирована в самодовольном улыбающемся лице Леши Ченского, который просто трясет руками и головой. Мы одни в кинозале, смотрим только на экран. За билет платил косарь. Дай в центре внимания. Леша, ты всегда в центре внимания. Ты кто-нибудь скажите ему? Я могу сказать. Леша, пожалуйста, есть и другие люди. Когда ты записываешь музыкальные клипы, есть другие люди, кроме тебя, которых тоже можно показывать, чтобы как-то рассказывать историю. А мы видим только твою самодовольную рожу. И она нас начинает бесить. И поэтому давайте, давайте, я не знаю, зачем я встал. Это была последняя пародия. И знаете что? Все идет очень плохо. Все идет крайне ужасно. С этими пародиями я никак не найду нормальные, к сожалению. Я очень хочу, очень пытаюсь. И я сейчас, вот сейчас сниму даже наушники и серьезно вам скажу. Я в смятении. Я не знаю, продолжать эту рубрику еженедельно, каждую субботу или нет. Если так будет продолжаться, к сожалению, нам придется расстаться с этой рубрикой и заменить ее на какую-то другую. Если вы ее любите, если вам нравится смотреть рубрику «Школьники перепели», «Худшие пародии от школьников», нам сегодня нужно провести голосование. Голосовать вы будете своими лайками. Если мы соберем 12 тысяч лайков под этим видео, я пойму, что рубрика вам интересна и мы ее оставляем. Если нет, то нет и Леши Ченского нету. Значит, я не буду продолжать эту рубрику и сделаю какую-то другую. Мне реально сейчас важно понимать, интересно ли это вам. И поэтому, возможно, это был последний выпуск рубрики «Школьники перепели». И самое главное, что вам нужно знать, мои красавицы, это покупайте мерч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!